Всем привет. Сегодня у нас телефон новой марки Enol, либо иной, либо да иной наверно, иной 2 light. Здесь надо микро-USB разъем было запаять, но в данном случае он вроде бы не раздолбанный. Я его пока просто пропаял, надеюсь этого будет достаточно. Единственное, здесь еще разъем сам по себе немного широковат. Попробую поджать пинцетом, чтобы не шатался провод внутри. Он уже разобранный пришел, так что я сейчас, если только засниму, как его собирать. В обратном порядке. Судя по тому, что здесь стильная крышка, то ничего сложного. Хотя, как определить китайский телефон, хоть она официально продается, то это, во-первых, все что можно припаяно, то есть нет никаких зажимов. То есть вот, например, микрофон с динамика, микрофон еще ладно, обычно припаятся. Динамики тоже как-то, дальний динамик еще может быть припаян. Но вот передний динамик разговорный припаянный. Вибромотор, в принципе, тоже бывает припаянный, бывает неприпаянный. Камера, камера припаянная, передняя и задняя. То есть никакого зажима, защелки, просто все запаяно. Единственное, только шлейф дисплея под разъем и тачскрины. Все остальное в запаянных контактах. Вот. Тачскрин, дисплей, антенна. Так, ладно, сейчас засниму в обратном порядке и будем надеяться, что пропайки хватило. Так, как я и думал, все оказалось слишком просто, если бы было так легко. Короче, пропаяло, ничего не помогло. На сами контакты не приходит напряжение. Скорее всего, что-то внутри разъемы будем менять. Вроде я внутри почистил, не помогло. То есть 5 вольт даже не приходит на контакт разъемы, чтобы уже дальше год пошло. Так, так как здесь рядом камеры, запаянный динамик, с нижней стороны еще идет разъем тачскрин пластиковый, то феном опасно паять. Хотя вот с этой стороны можно попробовать, но есть шанс тут камеру угореть. Если все это как-то фольгой закрыть, попробовать, ну не знаю. Хочу попробовать сначала сейчас паяльником все пропаять и думаю, что от паяльников все готовится. Итак, не зря взял индукционку, все-таки удалось пропаять. Немного сплава розе добавил, может быть это помогло. Короче, разъем полностью прогрелся и отошел без усилий. Теперь следующая проблема – это разъем подобрать. Кстати, когда разъем снял, увидел, что там один контакт, он по-моему не плюсовой, а минусовой, он этот. Он был отломлен там внутри, то есть внутри разъема была причина. Причем он был там как-то загнут сначала. При разгибании он отломился. В общем, туда на отчет сувалью он не втыкался. Я примерно разъем подобрал, но, как я заметил в последних моделях, как-то разъемы немного под другой формой и они садятся как бы ниже в плату. Получается разъем, который у меня, они будут немного выше находиться и есть шанс, что не закроется крышка. У меня уже раз так было. Второй раз мне повезло, крышка закрылась под усилием. Вот в этой модели не знаю, как получится, закроется она или нет. Потому что здесь тоже немного выше получается разъем будет находиться. То есть здесь как бы должно брюхо просесть вниз, а верхушка ниже стать. А тут получится верхушка выше будет. Не знаю, сейчас, короче, запаяем. При сборке посмотрим. Может быть защелкнется. Субтитры сделал DimaTorzok Так, все запаял, почистил. Теперь на концах разъем аккумулятора 4.2. Как положено. Осталось только все собрать и надеяться, что все это закроется в этом корпусе. Потому что вот эта штука еще может закрыться, а вот эта уже поверх нее может и не закрыться. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь еще надо будет проверить сенсор Потому что появилось рядом с разъемом сенсора Мало ли чем И сейчас вот завернем оставшиеся винтики и закроем На этом будем, думаю, заканчивать Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!